Всем привет, на связи Алекс Гайвер и ваша любимая рубрика «Вызов принят», в которой я разбираю всякие электронные поделки из вирусных видео, которые вы скинули мне на почту, и показываю, как сделать аналог своими руками, попутно объясняя, как оно работает. Сегодня у нас на разборе сразу два видоса из тиктока, как раз на мою любимую тему – светодиоды и обработка звука. Если вы по каким-то причинам пропустили распродажу 11 ноября, не беспокойтесь, можно оторваться на автопати 25 ноября в чёрную пятницу. Алиэкспресс подготовил несколько интересных страниц, ссылки на них вы найдёте в описании под видео. Во-первых, это подборки товаров по вашим предпочтениям на основе ваших заказов и списка избранного. Во-вторых, подборка самых популярных и покупаемых товаров в разных категориях. И в-третьих, общий гид по распродаже – купон, там акции и всё такое. Если покопаться, можно выгодно набрать всякого. Тем более скоро Новый год, подарки там всякие и так далее. Но перед началом хочу вернуться к прошлому проекту – робот с рукой-манипулятором. Я очень торопился с монтажом и пропустил два интересных видео. Здесь мы видим первую встречу кота с гусеничной платформой. Он явно заинтересован, но не понял, как с ней играть. А на втором видно, что девайс отлично управляется. Не зря всё-таки я покрыл гусеницы клеем. Если ещё не смотрели тот выпуск, он ждёт вас на канале. Переходим к вызову. Первый проект у нас вот такой. Светодиодная лента бурно реагирует на звук. И это не просто светодиодная лента, а так называемая адресная светодиодная лента, которая в отличие от обычной позволяет управлять цветом каждого светодиода при помощи микроконтроллера. Получается эдакий одномерный дисплей. Тут можно увидеть, что конструкция состоит из метровых отрезков ленты. У каждого в начале и конце есть коннектор, и по сути это просто одна длинная лента. На одном конце мы видим белую коробочку. Это скорее всего какой-то готовый китайский контроллер. Мы же будем использовать плату Ардуино и писать программу с нуля. Также понадобится микрофон. Я буду использовать вот такой модуль, потому что на нём стоит чип Max 9814, который играет роль предусилителя и заодно фильтрует шумы. Ленту, кстати, удобно подключать через адаптер к блоку питания на 5 вольт, вот таким вот образом. И схема у нас сегодня будет общая на все поделки, и выглядит она вот так. Все эти компоненты можно купить на Алиэкспресс, ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Также всё вот это и, конечно же, многое другое, есть в нашем Ардуино-наборе Гавер Кит. На данный момент все наборы распроданы, и новая партия появится к концу ноября. Абсолютно вся информация есть на сайте набора. Также на сайте набора вы найдёте исходники программ и инструкции ко всем сегодняшним поделкам для самостоятельного повторения. Что касается визуальных эффектов, то я, если честно, не очень понял, что именно происходит на видео. С одной стороны, это похоже на форму волны, и она вроде бы даже движется вправо и реагирует на удары. То есть аналогичная визуализация звука в аудиоредакторе, как-то вот так. С другой стороны, при ударе иногда подскакивают все столбики сразу, чего в таком режиме быть не может. Но вполне может быть, если это анализатор спектра звука. Но у анализатора, в свою очередь, не может быть вот такого бокового движения. Так что придётся нам извратиться и придумать что-то своё. Но сначала нужно научить Ардуино измерять громкость звука. Проблема в чём? Напряжение с микрофона, величина плавная, и выглядит вот так. Напряжение колеблется вверх и вниз от 2,5 вольт. Ардуино может измерять звук с некоторым периодом, получая значение в каждой точке. Звук, в свою очередь, состоит из разных частот, и определить его громкость, скажем, за десятую часть секунды, это нам никак не поможет. Что делать? Давайте разбивать сигнал на участки по несколько миллисекунд, в них делать измерения и искать максимум и минимум. Это и будет амплитуда сигнала на данном участке. Возьмём кусочек сигнала побольше, это, кстати, начало озвучки к этому видео. Разобьём на части, так называемые выборки, и найдём амплитуду. Вычтем минимум из максимума и получим её в чистом виде. Добавим программную фильтрацию и получим плавную громкость. Далее, нам нужна громкость в каких-то конкретных величинах, например, от 0 до 100. Чтобы наш проект был универсальным и подстраивался под музыку любой громкости, мы можем отфильтровать величину амплитуды, а затем масштабировать текущую громкость от 0 до 100 относительно текущей амплитуды. Вот, собственно, и весь рецепт получения относительной громкости для звукового окружения с разным уровнем абсолютной громкости. Чтобы просто повторить эффект с этого видео, попробуем сделать следующее. Используем так называемый шум перлина, который позволяет получить гармоническую случайную величину. Возьмём его одномерный случай и построим график от времени при линейном изменении счётчика. Получится случайная, но плавная кривая с амплитудой 255. Можно варьировать шаг и получить более растянутую или наоборот более сжатую кривую. Теперь, если домножить её на громкость звука и отмасштабировать до нужного максимума, получим псевдоформу волны, амплитуда которой зависит от реальной громкости. Осталось вывести всё это дело на ленту. Ну что ж, всё работает. Можно добавить ещё частицы для максимума, чтобы они падали вниз, как в оригинальном видео. А теперь посмотрим, как на самом деле должен выглядеть звук. Начнём с формы волны. Будем измерять громкость и включать первый столбик на её величину. А остальные столбики сдвигать направо. И получим так называемый вейвформ, прямо как в звуковом редакторе. Да, выглядит не так эффектно, но зато отражает реальную картину звука. Переходим ко второму видосу. Здесь у нас похожая ситуация, но в одном измерении. Резкий звук превращается во вспышку и движется по ленте. Причём это не точка, а плавно угасающий гардиент, как хвост у кометы. Я даже купил барабан для полного соответствия ролику. Начнём с самого простого варианта. Вот у нас есть в оперативной памяти массив, хранящий цвета всех светодиодов. Давайте анализировать звук, а затем сдвигать весь массив в сторону конца ленты. Так мы получим движение. А на освободившееся место запишем новый цвет, яркость которого будет зависеть от громкости. И так по кругу. Плавный хвост автоматически получается из-за того, что моя библиотека фильтрует громкость, и она уменьшается плавно. Собственно всё, мы повторили эффект из видео. И да, ленту можно подключать параллельно, прямо как на вирусном ролике. Но давайте попробуем улучшить результат. Начнём со скорости. Её можно увеличить, если сдвигать светодиоды сразу на 2 или на 3. Соответственно, красить столько же новых. Это растянет кометы, но они будут двигаться быстрее. Далее. Один цвет – это как-то скучно. Лента всё-таки может гораздо больше. Давайте при каждом резком звуке будем менять цвет. Цвет в моём варианте задаётся числом от 0 до 255. Это от красного через зелёный и синий снова к красному. Поэтому, если каждый скачок увеличивает цвет, ну скажем, на 10, получится плавное изменение цвета по радуге. Так, музыкальная пауза. В одном из предыдущих видосов я показывал, как меняется цвет при разном значении шага на вот такой вот симуляции. Сделаем, например, так, чтобы цвета чередовались и, в общем, продолжали плавно меняться. И получим прям цвета музыку, которая красиво реагирует, и причём не только на барабан. При значении 129 получим чередование комплементарных цветов и их плавную смену. Тоже выглядит весьма неплохо. При такой модели работы мы столкнёмся с проблемой памяти. Её не хватит на ленту длиннее 600 светодиодов. Да, можно взять микроконтроллер, у которого больше памяти, а можно использовать нашу библиотеку Микролет, которая умеет сжимать цвет. Установим глубину цвета 2 байта. Им влезет уже 900 светодиодов. То есть это 3 5-метровые катушки ленты с плотностью 60. Это 15 метров света музыки. Но тут же появится ещё одна проблема. Пока лента обновляется, а процесс этот не очень быстрый, звук с микрофона не измеряется, и часть звука пролетает мимо. Кто-то скажет, нужно использовать многоядерный процессор, но в Ардуино можно сделать работу отсыпая синхронные, и он будет читать звук во время отправки на ленту. А мы в перерывании будем просто измерять амплитуду, а затем скармливать её анализатору звука. И получится более чем. Напоминаю, что все варианты исходников прошивок вы можете найти на странице проекта, ссылочка в описании под видео. А на этом сегодня всё, вызов был принят, и я считаю, что мы с ним справились. До новых встреч, друзья!